Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели, небольшие путевые заметки из Абудаби. Я снимал как бы раньше то, что называется прямой трансляцией процесса дороги, но вот решил снять короткий, надеюсь, минут на 10 ролик, посвященный тому, как тут в Абудаби делают ремонты дорог и тому подобное. Вот уже отремонтированной части, сейчас тут ее облагораживают, построили развязку, отсыпали немного набережной и тому подобное и превращают, собственно говоря, пустыню в цветущий сад. Процесс превращения пустыни в цветущий сад вы видите, он вам и саженцы, он вам и системы полива, и сразу это все высаживают на песочек. И, кстати, еще позавчера я ехал, как раз подумал, надо снять, еще вот выглядело вот так, как там мужики, раскидывающие лопатами песок. Теперь это уже действительно разложенные системы полива и посажены там различные вещи. Вот, как вы видите, тут велосипедная или пешеходная дорожка и такие узорчатые, оцепанные камушками, полоски. И, ну, они еще это все и поливают, я так понимаю, для лучшего отражения солнца, хотя абсолютно это мы тормозим, так как мы тут встали в пробке, совсем чуть-чуть осталось до того момента, как вы увидите сам процесс стройки. Как я говорил, здесь уже построена, вот, видно, свежая еще развязочка и так далее. Смотрите, еще они песок поливают, что ли? Или это для того, чтобы более медно-песчаный грудь ложился лучше? А вот за этим домом начнется, основная, говоря, процесс стройки. Ну, напомню, что в описании к видео, всплывающих аннотациях, в конце видео есть линки на другие путевые заметки из Дубая, из Абудаби, всякого разного, сможете посмотреть. Тут совсем немного осталось, вот, тоже какие-то общественные постройки или что-нибудь там. Напомню, что я провожу прямые трансляции, где вы можете посмотреть, там, задавать вопросы и тому подобное. И, соответственно, вот, просто видео там стараюсь опубликовать, но, к сожалению, постоянно вот сейчас, у нас еще 8 часов нет, я уже в Абудаби. Пока я сейчас вышел из дома. Или уже есть 8? Нет, еще нет, как раз времени, вот, про часики никак обзор не сниму. И про то, что, давай, поезжай, называется китайскими браслетиками, кто не видел. Рекомендую посмотреть 3 еврика, в отличие от 150 евро этот у Эпла, да, у китайцев 3 евро. А у Эпла 150 евро за этот браслет Милана, ничем не отличающимся друг от друга. Тоже есть, не золотисанья, в любом случае, на канале, вот, мы уезжаем. Тут какая-то апартаменты, тут же находятся и отели, и все такое разное. За ним сразу там залив, Абудаби, пляжики, теплое, замечательное место. Ну, а пробка, пробка, я так понимаю, потому что ремонт, а ремонт, потому что не хватает места. Кстати, это обычный автобус Абудаби в Дубае. Дубай, Абудаби, маршрутный, каждые 20 полчаса, 20 минут, полчаса, ходят. Ездят с Нибенпатентов в Дубае до центра Абудаби, до центральной станции, продеваю, рассказываю, комфортненько, даже USB-зарядочка есть. Я специально сел здесь, чтобы у меня тут было большое панорамное окно, как раз планировал поснимать. Вот начинается та самая стройка. Тут вышла такая зелененькая часть клуба, тротуара, беговые дорожки и тому подобное. Но автомобили берут свое, я так понимаю, людям надоело ездить по четырем полосам, полосам или по пяти полосам. Они решили сделать себе шестую полосу с каждой стороны. Если присмотреться, то мы тоже перед домами снесли клубу и начали строить дополнительную полосу. Выглядит процесс стройки вот примерно так. А здесь, вы видите, уже практически законченный сбетонированный кусок. Дальше вот можно увидеть тоже отсыпки, добавки и так подобное. Это все занимало как-то клуба. Ну, в общем, наверное, клубы здесь не нужны, тем более в заливе дофига этих клуб. А процесс очень быстро происходит. Я просто поражаюсь, как быстро тут вообще строится, как быстро тут что-либо делается. Вот можно увидеть уже насыпанный яджатый бетон, поребрик поставили. Да-да-да, поребрик, поребрик. Всякие расширения дополнительные. Я не знаю, зачем они делают именно расширения, но в любом случае, вот даже несмотря на то, что здесь такие надземные переходы, места должно хватить. Вот вы видите, сколько они отхватили места и насколько это все представляет из себя одну такую мощную бетонную конструкцию. Именно бетонную конструкцию, потому что вот вы видите, ездят машинки. И это просто на песке, то есть. И это за месяц, даже меньше месяца, им хватило для того, чтобы все это здесь построить на длительности примерно, может быть, даже больше километра. О, слушайте, оказывается, они поребрик ставят не сразу к песку, оказывается, они еще и чуть-чуть туда уступают места. А сейчас где-то здесь должно быть еще раскопанная часть. Вот, да, вот вы видите, в данном случае они используют старые асфальты, остатки старых сооружений. Здесь стояли такие беседочки и тому подобное для того, чтобы здесь это все и похоронить, а почему бы и нет. Ну вот, тут тоже уже бетон, и, похоже, положили первый слой асфальта. Слой асфальта, насколько здесь делается, вот можно увидеть. Вот тут вот как раз идет вариант со щебеночкой. Вот еще такая грубая щебеночка. Тут вообще еще песочек. И тут можно увидеть, увидеть вообще песок, на который кладется подложка, на который кладется арматура. Видели, да? Вот она, и дальше начинается уже засыпка щебенки. Вот, 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 засыпка щебенки, засыпка мелкой щебенки, потом бетонирование и тому подобное. Вот так вот строят дороги на песке. На земле, я думаю, надо строить еще больше. Ну, и дальше, и дальше. Слушайте, они тут хорошо заморкнулись, но при этом не может не радовать то, что этот процесс вообще практически моментальный. То есть месяца не прошло, они уже практически выгнали это дело. Ну, а кто не видел предыдущие видео, мы сейчас едем по Эстаграде. Вот здесь вот замечательные дома, которые называются ананасами. Видите, они такие вот похожи на, действительно, ананас, на самом деле, это шторки, которые закрываются, когда солнце не открывается, когда его нет. И замечательные, замечательные пальмовые рощи, замечательная военная база, прямо здесь в центре Аблабе находится военная база, можно ее увидеть. Называется место сбора резервистов, ну и прочие-прочие вещи. Там дальше он, Рим Айленд, с его небоскребовыми домами, у меня там очередной клиент наклеивает, наклевывается. Как это наклевывается? Клей выгод, как это по-русски. Наклевывается. Вот, наклевывается еще один клиент, так что, может, в следующий раз буду снимать уже оттуда. Просто насыпали остров, и этот остров, собственно говоря, начали застраивать. Аблабы, напомню, это тоже один большой остров, стоящий в заливе, ну и куча мелких других островков. Так что, вот, сейчас автобус делает поворотик, но я, в принципе, в принципе, уже пойду на автобокзаре. Вот, так что, немного, немного осталось и работать. Работает такси, офис, прохлада. Кстати, сейчас здесь прохладно, сколько показывает кондиционер. Кондиционер показывает, с портой 29, в помещении, ну, мне, кстати, показывает 28, а в помещении он показывает 24. В общем, приятная такая шелубочка, маршруточка. А я не сказал, 25 дирхал, это, считайте, на 4 делите, 6 евро примерно. 105-130 километров, час 45, на все про все. отлично можно доехать в полном, шикарном комфорте. И не бывает такого, что это было полдня. Один раз бывает, это бывает по четвергам, между 6 и 7 часами, потому что там еще-то сделали час перерыва в Чернипино, в четверг, тогда АСМ собирается очередь, а так, в принципе, ничего нет. Х4-я Бэхо. Ну, а, так машинки не очень, не очень крутые, ладненько. Мы уже политически приехали, посмотрите в всплывающих аннотациях описание всего этого дела. Там есть другие прямые трансляции, другие обзоры, путевые заметки, и распаковки, прочее, прочее, прочее. Так что, увидимся. Напомню, что с вами был я, Игорь Шеститко. Подписывайтесь, ставьте лайки. Игорь Шеститко из Абудаби. Ставьте лайки. И всем всего хорошего. Увидимся. Игорь Шеститко из Абудаби.